Друзья, приветствую вас в отеле Дусит Тани Лагуна. Это место находится в Бангтау на Пухете. Местечко очень классно и я раньше здесь не был, но сейчас точно скажу. Оно очень современная, городская среда местная, такая красивая классная Азия. Это не то, что вы едете где-то поля-поля, потом бац один отель и так далее. Здесь и за территорией много чего есть. И мы приехали в один из очень хороших классных качественных отелей. Это конечно Дусит Тани Лагуна Пухет. Я иду, друзья, на ресепшн. Наша задача достаточно простая, как обычно. Посмотреть территорию, номера, понять, что это вообще за отель и чтобы у вас была картинка по данному отелю. Напомню, что я занимаюсь продажей, оформлением туров онлайн по всей России. Вы у меня можете приобрести любой тур, а также просто отдельно отели. Оформляю все с договором, чеком, все как положено. Поэтому сейчас идем, двигаемся, смотрим и ставим себе галочки, хотели бы вы находить в таком отеле или может быть какие-то еще моментики, которые вы хотели узнать и не знали. Теперь узнали. Это один момент и другой момент, если у вас возникли какие-то вопросы по данному отелю вообще, вы также можете написать в комментариях или мне напрямую на WhatsApp. Я отвечу вам либо ответить мои помощники прямо на WhatsApp. Так что пишите ссылочки под видео и начинаем наш обзор отеля. Пока мы подходим к лобби, смотрите, у нас здесь, что я вообще практически нигде не видел, есть прокат электросамоката. Это очень классно покататься по Бангтау. Вот такая красивая галерея нас ведет прямо в лобби. Очень красивое лобби, зеленое, с отделкой под дерево, в таком традиционном стиле. И, конечно же, отель находится на первой линии, друзья. Бассейн, территория. Сейчас мы все с вами пойдем и посмотрим. Ну а пока любуемся рыбками в лобби отеля и его бассейне. Ну и немножечко по лобби пробежимся. Здесь у нас есть лаунж-зоны. Отель, понятно, хорошего уровня. Сразу могут и напитки вам предложить. И, пожалуйста, десерты и бар здесь же есть находится. Вот здесь у нас выходим в свою такую лаунж-зону в сторону территории. Огромная, зеленая, красивая территория, друзья. Вот это прям то, что надо. Совершенно другой уровень, да, то есть прекрасное местечко, бассейн. Обычно не стандартной формы, а более эргономичный канал протекает. И вот в этой части у нас размещение гостей и номеров происходит. То есть здесь много смотрю локаций. Вот я уже вижу там детскую зону. В общем, самое главное, друзья, что это отель на первой линии в таком аутентичном стиле. Прям классный, атмосферный. И здесь очень приятно находиться, друзья. Так что уже мне этот отель сильно радует. Понимаю, что он, естественно, не из формата бюджетных, а немножко даже выше среднего. Но если вы хотели прекрасный отдых, вот, к примеру, альтернативу есть La Meridian, да. Который находится на коронной. Но здесь будет гораздо интереснее. И лично мне, например, по атмосфере и по визуальной картинке здесь намного больше нравится. Это номер Гленд Максвит, исторический люкс. Сейчас вам покажу. Такой прикольный номерочек вам скажу. Ну, отель у нас такого хорошего высокого уровня. Такая у нас гостиная, телевизор. Такой, прям, классный. Вариант такой. Серьезный, кажется. И в то же время релаксовый. Welcome to the seat Tiny Laguna Phuket. Вот так у нас здесь диванчик. И вот в этой части у нас, конечно же, сейчас не показал, ванная с душем и полноценной ванной. Вот. И, конечно же, свой балкон. Мы сейчас на него выйдем. Так. Такая вот терраса, даже не балкон. И вот эта территория. Конечно, данный отель выбирают исключительно из-за территории и пляжа. Ну и, конечно, номера мне, кстати, тоже очень нравится. Хотя они сказали, что у нас номера, в общем, обычные. Ну, мне кажется, они очень прекрасные тоже номера. Свеженькие все, в таком, скажем, классическом стиле. А вот с этой стороны, друзья, у нас находится озеро. Так что, у нас с одной стороны море, а с другой озеро. Это у нас внутренняя территория. В корпусах. Ну, здесь вида нет никакого. Здесь просто у нас двери. Но все равно джунгли такие здесь посреди отеля. Подняться можно как по лестнице. Здесь всего три этажа. Или на лифте. Так, друзья, это у нас с вами делюкс с видом на лагуну. Точнее, на озеро. Потому что на море все заняты. Но он абсолютно такой же будет с видом на море. У нас ванна, душевая полноценная. Вот. Кровати могут как две раздельные быть и одна большая. Телевизор, набор, кофе, капсульное. Все это есть. Здесь вот такое кресло. И вот в этой части я сейчас покажу вид. Один момент. Открою. И у нас своя террасочка. И вид на озеро. Кстати, очень швописный, друзья. Ну, прям. Я вообще от Таиланда такого не ожидал. Просто прекрасные номера. Я, кстати, вот такой речной трамвайчик, друзья. Он ездит. Здесь очень много фиатских фишек есть на тему, что можно между отелями двигаться, на ужин и к ним ездить. Там есть торговая зона. То есть, вот такой речной трамвайчик он здесь есть. Так что прям отель супер. Мы сейчас с вами в зоне ресепшена. Здесь как раз происходит заселение. Так, это у нас вилла с видом, получается, на озеро. А, двухэтажная, получается, да? Ну, у каждого свой один этаж, да? Нет, внизу без спальни. А, вот он еще. Так, смотрите, у нас 290 квадратных метров. Ага. Понятно. Огромный, смотрите, у нас вот такой номер. Это вилла. Здесь у нас вид на озеро. Давайте сразу посмотрим. Прекрасная огромная вилла. Здесь есть прогулочная дорожка, смотрю, и обычная дорожка. Вид на озеро. А это вот, я вам говорил, речные трамвайчики ходят здесь, курсируют. Здесь можно, кстати, попасть на Боут-авеню, то есть лодка-авеню. И там очень много ресторанчиков, кафе, разной кухни. Так что очень инфраструктурно и не так, как многие думают, что здесь вообще ничего нет. Только супер дорогие отели. Здесь очень много других мест, куда можно выйти, сходить, массаж, рестораны и все в этом духе. Прекрасное место, друзья. Очень красивое. Так, но мы с вами продолжаем изучать этот номер. У нас с вами еще этаж внизу нас ждет. Мы сейчас спустимся с вами. В этой части у нас такая огромная спальня с двумя кроватями, можно сказать двуспальными, да? Шкафчик, все как надо. И здесь у нас еще есть выход на свою территорию. Здесь никакого, конечно, нету бассейна, но своя такая вот территория. И еще, друзья, это не все. Это огромная вилла, да, когда кто-то хочет большой семьей разместиться и так далее. Это то самое. Ванна вот такая в стеклянной плане. И здесь у нас еще одна спальня. Вот с такой кроватью и вот таким красивым балдахином. Ну и здесь мы тоже можем выйти на свою территорию. Небольшой сейчас выйду покажу. Вот здесь у нас вот такая своя терраска. И, конечно, здесь есть своя кухня с кофемашиной, водичкой, плитой, микроволновкой и всем остальным. И вот здесь у нас еще, друзья, это не все, да? Третий этаж, потому что вы уже расстроились, что нет у нас бассейна. А бассейн у нас есть, но он на третьем этаже. Выходим. У нас вот такие вот с числонги и свой инфинити бассейн. Вот так вот. Лежим и смотрим на лагуну. Ну как вам, друзья, отельчик? Я тоже думаю, очень классно. Цены на туры внизу можно посмотреть. Ну и, конечно, все проконсультирую, расскажу тоже там же WhatsApp. Да, красота, красота. Такого я еще пока в этой поездки не видел. Чтобы природа, территория, сочетание и прекрасный отель. На территории у нас еще с вами есть теннисный корт. Так что, если кто хочет поиграть в спорт, заняться в теннис, это не вопрос. Друзья, бежим с вами на... Бежим с вами на территорию, побежимся вдоль пляжа и будем резюмировать. Так, ну что, мы с вами выбрались на территорию. Вот здесь не только пальмы, но и сосны в перемешку. Прикольно вообще. Вот это у нас виды на море. Здесь все занято, друзья. Отель достаточно популярен. Кстати, у него тут в этом отеле арабы, индусы летом, потому что там жарко, они сюда приезжают, отдыхают. А вторая половина сезона, то есть, когда у нас в России странных СНГ прохладно, они, соответственно, приезжают сюда все. Ресторан, кстати, здесь идет реновация, немножечко осталось совсем, она скоро заканчивается. Этот последний корпус, остальных номерах все уже готово. Сюда, кстати, очень много людей приезжает как раз ради территории. Не, реально территория прям вообще супер. Причем хвойный лес, я даже не знаю, у меня как-то даже такого представления не было. Обычно пальмы, какое-то представление есть об отелях и все остальное, но вот здесь такой лес, такая природа, просто огонь. Здесь шезлонги у нас, что тоже особо примечательно, что несмотря на то, что в Таиланде пляжи общие, здесь у них получается есть своя приватная зона. Видите, вот в этой части все сидят, лежат, отдыхают на шезлонгах и сейчас к морю мы, конечно, обязаны с вами подойти. Огромная береговая линия Банг Тао, протяженность ее порядка пяти километров, песчаный, пологий заход, но это в Таиланде, в общем-то, практически везде. Волна немножечко есть, но еще раз напомню, сейчас у нас конец октября, декабрю месяцу будет максимально комфортно. Ну и то не такая волна огромная, как видите, для того, чтобы было некомфортно плавать. Немножечко подальше зашли, там не так глубоко и спокойно плаваем. Слушайте, отличный пляж, отличный пляж. Да, да, очень доволен я этим, друзья, отелем. Очень, вот кто прям любит хороший комфорт-сервис, взыскательный, чтобы все было как надо, вот прям смело берите, даже не пожалеете. И рядом много чего есть. Еще раз покажу вам эту панораму хвойного леса, в перемешку с пальмами, просто красота. Кстати, когда было цунами, они сказали, что здесь особо не дошло, там, говорится, по колено водой залило, но прям глобально здесь все абсолютно, говорит, не смыло, поэтому прям всего-всего устанавливать не пришлось, поэтому здесь все по-прежнему так и находится. На пляже, друзья, у нас есть вот такие вот лавки, здесь продают кокосы, напитки, также можно получить услуги по массажу, но это все, конечно, за дополнительную плату. Фух, так, понятно, что душ на пляже есть, здесь у нас большой бассейн, сейчас к нему с вами, друзья, подойдем, и много активности, достаточно много активности для детей, в том числе, бассейн с пологим заходом, так что этим максимально комфортно здесь быть. Опять же, отмечаю шезлонги и классная эксплуатимая территория, видите, можно находиться в тени деревьев и скрываться от солнца, не сидеть в номере, когда, например, день или обед жарко, а просто прекрасно находиться вот в этой территории. Так, здесь у нас с вами, друзья, массажики, тихо, идем, проходим, никому не мешаем. И вот в этой части у нас, как я понимаю, детская площадочка, в которой дети могут что-то поделать, поиграть, ну и плюс немного их занимает. Фитнес-центр, там еще у нас игровая комната есть, вот такое местечко, насколько понял, здесь проводится йога, такое место с пагодой и озером Салла Нилабол, говорят, здесь да, проводят занятия по йоге. Ну, место располагает, что сказать, несмотря на эту большую территорию, но прикольно, классно зонировано, ну, друзья, я не знаю, я честно Панктау маленько по-другому представлял, и у меня гораздо лучше картинка теперь и мнение о нем, чем, конечно, я представлял, не знаю, как у вас. Это только мы, друзья, в одном отеле, это мы еще с вами не гуляли по Панктау, а погулять здесь много куда есть. Так что, друзья, надо выбирать это место, кто хочет такого классного комфортного отдыха. Блин, это просто, я даже не знаю, мне прям уже хочется сделать не резюме, а просто здесь остаться и отдохнуть, просто полюбуйтесь этими видами, этим размещением, это у нас с вами озеро. Ну, в любом случае, резюмируем, друзья, ну, во-первых, прекрасная территория, здесь это, безусловно, отличный качественный отель, безусловно, прекрасное место, прекрасное, конечно же, место с точки зрения, куда выйти, пойти и так далее. Она такая комфортная, скажем, удобная, красивая, эстетически приятная, тихая и, я честно говорю, вот в приятном шоке, в приятном вот таком удивлении, потому что я про Панктау думал немножко по-другому. И я очень рад, что здесь побывал, вам тоже рекомендую, цены на туры все под видео, пишите, звоните, обращайтесь, будем смотреть дальше с вами отели по Таиланду, так что следите, с вас лайк, подписочка и, конечно, обращайтесь за турами, договор, чек, все как положено, самое главное, мы делаем консультацию без каких-либо там предвзятых отношений, вот то, что хотите вы, именно то вам и предложим. Все, увидимся в следующих видео, с вами был Павел Георгиев, видеоблог и мейтер-агентство Георгиев Travel. Пока!